Привет, друзья! С вами Антон, канал Workout Fitness городских улиц. И сегодня я решил записать видео в новом формате. Поэтому обязательно, когда посмотрите, напишите в комментариях, понравилось ли вам и стоит ли делать еще такие видео. Погнали! В эти дни в Сочи проходит Всемирный фестиваль молодежи и студенчества. Это грандиозное мероприятие, на которое приехало свыше 20 тысяч человек из 180 стран мира. И последний раз в России, тогда еще в Советском Союзе, оно проходило в 85-м году. И это действительно что-то очень-очень значимое для нашей страны и для всего мира, для молодежи. Ну, к чему я веду? Большинство ребят моего возраста на этом фестивале присутствуют как гости. То есть их позвали как гостей, как участников, чтобы они посетили это мероприятие, послушали выступления, поучаствовали в мастер-классах, получили какие-то знания, опыт, навыки. И в то же время меня позвали на это мероприятие как одного из спикеров. То есть мне предложили выступить на этом мероприятии, чтобы я поделился своим опытом. И после того, как я получил приглашение, я сразу подумал записать это видео, потому что, по большому счету, я ничем не отличаюсь от 20 тысяч других ребят. Я не более талантлив, я не более удачлив, у меня нет каких-либо связей. Единственное, что может меня отличать, это то, что я делаю что-то по-другому. То, что большинство людей не делает. И вот это и позволило мне добраться до той точки, когда я получаю приглашение не как участник, а как выступающий. И я записал на блокноте 5 пунктов, наверное, основных, которые я делаю и которые я вижу, что многие не делают. Первый пункт – это всегда приходить вовремя, всегда все делать вовремя. Это, на самом деле, в последнее время очень редко встречающиеся качества. Я еще помню те времена, когда телефоны были проводными, когда не было мобильной связи, и если ты с кем-то договариваешься о встрече в какое-то определенное время, то у тебя нет возможности что-то переиграть, что-то изменить, написать смс-ку, сообщить, что что-то изменилось. Ты должен появиться там, где ты договорился, в то время, в которое ты договорился, потому что человек будет тебя ждать. И сейчас я вижу, что со всей этой культурой гаджетов, маджетов – это теряется. Люди гораздо менее ответственно относятся к своим договоренностям. Они регулярно опаздывают, изменяют условия, отменяют встречи. Это не здорово, потому что если вы договорились о чем-то, и человек подстрел свои планы под вас, то вы крадете у него время, если потом в какой-то момент либо опаздываете сильно, либо отменяете всю встречу, и ему приходится опять снова перестраивать свои планы. Поэтому, если вы хотите, чтобы к вам относились серьезно, если вы хотите добиться успеха, всегда все делайте вовремя. Всегда приходите вовремя, всегда делайте работу вовремя. Кстати, о работе я сейчас поговорю еще в следующем пункте. Вот. Следите за этим, следите за временем. Второй пункт – нужно быть готовым. Что я понимаю под этим пунктом? В любой сфере деятельности, чем бы вы абсолютно не занимались, всегда есть определенный объем знаний, которые необходимо знать. Чем лучше вы разбираетесь в том, чем вы занимаетесь, что вы делаете, будь то учеба или работа, тем более вы подготовлены к тому, что может произойти. Потому что очень часто я сталкиваюсь с тем, что люди банально не готовы. Они плавают в теме, они не знают, о чем идет речь. Или если вы обсуждаете вот какой-то определенный момент, вы договорились его обсуждать, а потом вдруг вы решили расширить сферу обсуждения, то они сразу теряются, потому что вот этот момент они подготовили, а больше они не разбирались, не разбираются, и не думали вообще, что такое произойдет. Чем лучше вы подготовлены, тем меньше у вас будет неожиданности, к которым вы будете не готовы. Соответственно, тем лучше вы выполните свою работу, тем лучше результатов вы достигнете, и в конечном итоге это приведет вас к успеху. Шаг третий. Всегда выкладывайтесь на 100%. Что бы вы ни делали, всегда работа должна быть сделана таким образом, чтобы вы были довольны ее качеством. В конце дня вы должны приходить домой, понимая, что вы сделали все, что было в ваших силах. Поверьте мне, если вы не будете выкладываться на 100%, то не сегодня, может быть, не завтра, но через месяц, через год, когда вы столкнетесь с последствиями того, что вы не выкладывались, вы поймете, что надо было выкладываться. Тогда, сейчас, сейчас у вас есть время. И следующий пункт, он четвертый, и он связан с предыдущим, это нужно делать больше. Всегда делай больше, чем от тебя ожидают. Не важно, о чем сейчас идет речь, не важно, чем ты занимаешься, всегда старайся сделать больше. Думай, что можно сделать такого, чтобы человек, который смотрит на твою работу, оценивает ее, чтобы он был удивлен. Потому что есть разница между просто хорошей работой, хорошо сделанной, качественно сделанной работой и удивительной работой. И вот эти вот маленькие вещи, которые делают твою работу удивительной, всегда стремнись находить их, всегда стремнись улучшать. Нельзя быть довольным просто фактом, что ты отлично сделал свою работу. Это хорошо, но таких людей будет очень много. А вот те, кто пытается предвосхитить ожидания, те, кто пытается сделать больше, опередить свое время, сделать лучше, вот их не так много. И если ты научишься это делать, это будет очень здорово, это тебе действительно поможет. Пятый и последний пункт, но не последний, естественно, по смыслу, это быть готовым учиться. Очень часто сталкиваешься с тем, что люди, которые учились где-то чему-то, они считают, что они уже знают, как нужно делать правильно, у них есть свое сформировавшееся мнение, и они не готовы воспринимать информацию от других людей. Тем не менее, мне нравится очень цитата американского писателя Ральфа Уолда Эмерсона, который сказал, что у любого человека, которого мы встретим на своем пути, нам есть чему поучиться. Абсолютно у любого человека есть чему поучиться. Нужно просто увидеть, чему ты можешь научиться у того или иного человека. Не нужно считать, что ты все знаешь. Это очень важно, это очень полезно. И на своем опыте я тоже это увидел, когда составлял программу 100-дневный воркаут. Я очень-очень много новой информации нашел, посмотрел, переосмыслил то, что я знал. И я продолжаю каждый запуск ее совершенствовать. Каждый раз появляется какой-то новый блок информации, который может добавить в программу, чтобы сделать ее лучше. И тогда приходится переоценивать, что уже в ней написано, потому что я понимаю, что нельзя оставаться на месте. Раньше людям это было непривычно. Раньше ты заканчивал школу, там, вуз. И все, и на этом твое обучение заканчивалось. Сейчас мы живем в мире, где требования к постоянному обучению, к постоянному повышению своей квалификации, к объему знаний, которыми ты владеешь, они все жестче и жестче. Поэтому нужно постоянно быть готовым учиться, использовать для этого все время, которое у вас есть. Если бы у меня была возможность, я бы так и делал. Проклятые. Проклятые сериалы. Иногда они очень хороши. Например, молодой Индиана Джонс. Рекомендую. И последний. Дополнительный совет, который я хочу дать, это шестой пункт. Шестая вещь, которую нужно делать, если ты хочешь добиться успеха. Ты должен любить то, что ты делаешь. Если тебе не нравится то, чем ты занимаешься, ты никогда не сможешь стать лучшим в этом деле. Просто потому, что всегда будет тот человек, который так же пашет, как и ты, но ему нравится то, чем он занимается. Он готов пахать больше, выкладываться сильнее и достигать лучших результатов. Он более мотивирован. Поэтому, если ты хочешь добиться успеха, стать номером один, тебе нужно найти то, что тебе нравится. То, что действительно тебе приносит кайф. Это не значит, что тебе что-то должно даваться легко. Вовсе нет. Это значит, что ты будешь получать удовольствие. Как бы тяжело тебе не было, ты понимаешь, что впереди есть какая-то глобальная цель, достижение которой принесет тебе удовольствие. И тебе хочется ради этого работать. Вот это и называется любовь к своей работе. Вот такое вот видео. На самом деле, никогда не записывал подобные вещи. Это первый подобный опыт. Но если оно вам понравилось, напишите в комментариях. Подумаю, что можно еще рассказать, потому что есть пара мыслей, пара идей. И я буду рад поделиться с вами. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если уже подписаны, то нажмите на колокольчик внизу. Тогда вы будете получать уведомления о новых выпусках. И пишите в комментариях предложения для следующих видео. И обязательно приходите на наши сборы тренировочные в Москве или в других городах. Я буду очень рад потренироваться со всеми на турниках и брусьях, кому нравится это дело. Все. Да, все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok